Вашему вниманию тема Марты. Главная защита от вируса. Ваше чистое сознание. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня мне опять придется вернуться к теме карантина, поскольку я вижу, что некоторые из вас невольно поддались массовым настроениям, царящим в некоторых странах. Конечно, многое зависит от общего энергетического фона государства, в котором вы живете. И, как правило, чем цивилизованнее государство, тем менее свободно сознание его граждан. Почему это происходит? И почему я беру слово «цивилизационное» в кавычки? Только потому, что именно в этих обеспеченных странах с комфортным проживанием духовность проявляется меньше всего. Сознание людей в них направлено исключительно на благосостояние, которое вводится в ранг успешности и процветания. В таких странах людям есть что терять, поэтому они из последних сил будут пытаться сохранить свой привычный образ жизни и сделать все, что диктует им их правительство, надеясь таким образом получить гарантии своей стабильности. В менее развитых странах люди внутренне остаются более свободными, потому что им, в отличие от богатых, терять нечего. Не доверяя своему правительству, которое не сумело обеспечить им достойную жизнь, они привыкли прислушиваться к себе и принимать решения самостоятельно. Такие люди меньше подвержены страху и панике, уже в силу того, что им не свойственны стадное чувство и стандартное поведение, в основе которых, как правило, лежат искусственно навязанные человеку жизненные ценности. В результате этого цивилизованными людьми гораздо легче управлять, вкладывая в их сознание новые стандарты и шаблоны поведения, те, которые отвечают интересам мирового правительства уже на данный момент. Конечно же, я не призываю вас, родные мои, полностью игнорировать указания властей и правила предостережения в отношении вируса, распространенного сейчас уже по всему миру. Но во всем должно быть разумное начало. Основное правило, которым вам нужно руководствоваться, это содержать в чистоте свое сознание, тем самым поддерживая свои вибрации на уровне, недоступным для этого вируса. Именно это и станет для вас главной защитой. И второе. Ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации средств массовой информации, искусственно привеличивающих опасность с целью сохранить панические настроения в обществе. Ограничьте себя получением необходимой для вас практической информации, игнорируя все подробности, связанные с коронавирусом. Этим вы не только убережете себя от волны негативных энергий, но и не будете наполнять эту ситуацию своими страхами, сомнениями и суждениями, что лишь еще больше ее усугубит. Пребывайте в моменте здесь и сейчас, максимально используя дарованное вам время для своей души, что является для вас сейчас жизненно необходимым. Покажите себе и другим, что любые испытания вы готовы принять спокойно и мудро, сохраняя чувство собственного достоинства и гармонию в душе. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта.